В Донбассе сегодня отмечают годовщину референдума. Год назад там проголосовали за независимость ДНР и ЛНР. В Донецке прошло праздничное шествие и концерт. Подробности у нашего специального корреспондента Евгения Подубного. В центральной части Донецка продолжаются праздничные мероприятия. Напомню, сегодня утром здесь, в центре города, была сформирована колонна. Около 30 тысяч человек приняли участие в марше, который приурочен к годовщине референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики. Стоит сказать, что 30 тысяч человек прошли по центральным улицам города, вышли на улицу Артема, после чего направились к центральной площади города, где сейчас продолжается концерт. Так люди отмечают День Республики. В колонне, которая шла маршем по улицам города, были представители всех городов самопровозглашенной ДНР. Более того, помимо 30 тысяч, которые участвовали в торжественном марше, около 5 тысяч человек собрались на центральной площади города для того, чтобы посмотреть концерт. Праздничные мероприятия сегодня будут продолжаться до позднего вечера в Донецке и в парках города, и на центральной площади. Стоит сказать, что колонну, которая шла по центральным улицам Донецка, возглавляли байкеры города. Таким образом, здесь жители ДНР отмечают годовщину референдума. Я напомню, ровно год назад, 11 мая, здесь состоялся референдум о самоопределении. В голосовании приняли участие более 75% жителей Донецкой области, и более 90% проголосовало за независимость ДНР. Донбасс готов остаться в составе Украины, но только при условии конституционной реформы и получении широкой автономии. Об этом заявил полпред ДНР Денис Пушилин, выступая на форуме Донбасс вчера-сегодня-завтра. По его словам, это единственный мирный выход из кризиса. Если же Киев не пойдет на уступки, то народные республики будут добиваться независимости, добавил Пушилин. Форум открылся сегодня. В первом заседании, в числе прочих, приняли участие представители Франции, Германии и Греции. Власти народных республик надеются, что переговоры помогут наладить международные связи и будут способствовать развитию экономики Донбасса. Европа потихоньку понимает, что тут не так, как говорит Порошенко. Порошенко что делает? Приезжает, поплакался, попросил денег. Мы никого ничего не просим, мы говорим, ребята, давайте с нами торговать, развивать производство, покупать ваши товары, покупайте наши. Основная задача, основной упор, который мы сейчас в экономике делаем, это сельское хозяйство и угольная промышленность. Это сбыт нашей продукции и возможность приобретения необходимых материалов, посевных, ну и также удобрений для развития сельского хозяйства. Это самое главное. Второй вопрос, немаловажный, но это уже связано с некоторыми военными экспертами, это реализация металла. Ну вот эти основные вопросы, которые лично я хотел бы осудить с представителями других стран. Европейцы, которые приехали сегодня в Донецк, считают, что многие на Западе неверно представляют себе ситуацию в регионе. Так депутат Европарламента Жан-Люк Шафхаузер полагает, что его коллегам стоило бы лично посетить Донбасс и убедиться, что войны там не хотят. Они не террористы. И это очень важно, потому что, если мои друзья из Украины видят ситуацию в реальность, то это правда. Продолжение следует...